Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас с вами есть последняя возможность продолжить знакомство с нашим отделом модельно-макетной работы в его старом месте. Поскольку буквально через несколько дней отдел переезжает на новые площади, за городом в промышленную зону, где есть более широкая возможность приступить к проведению испытаний подвижного состава SkyWay в натуральную величину, ибо грядет его промышленное производство. А также более плодотворно проводить испытания элементов путевой структуры, поскольку для этого присутствуют все возможности. Поскольку это промышленная зона, индустриальная, то там есть вся необходимая инфраструктура, а также это все расположено за городом, и стоимость аренды намного ниже, чем в Минске, поэтому это тоже очень положительно сказывается на экономике проекта. Итак, время подвести промежуточные итоги, вспомнить и рассказать вам, каковы достижения нашего отдела модельно-макетной работы или опытно-экспериментального производства на настоящий момент. Для чего? Приглашаю последовать за мной. Субтитры сделал DimaTorzok Я вижу моделей уже много, не могли бы вы рассказать о каждом? Да, модель тоже масштаб 1.10, городской юнибус. Ну, ее видел президент России, Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, видел в Баку на саммите России-Азербайджан. И президент Азербайджан Алиев тоже видел эту действующую модель. Она действующая. Ну, эту модель мы делали по заказу для города Хабаровска, демонстрировали губернатору Хабаровска края, мэру Хабаровска. Вот эту действующую модель, тоже действующая модель, хотя она маленькая, это масштаб 1.20. Это мы делали по заказу Ханты-Мансийского округа и демонстрировали губернатору Ханты-Мансийского округа Филипенко и руководству города Ханты-Мансийска. У нас было заключено два контракта с Ханты-Мансийским округом на городскую систему и на высокоскоростную систему и на создание, разработку стратегии создания сети струнных дорог в Ханты-Мансийском округе. Это был 2007 год. Эту действующую модель мы демонстрировали в Серегере, где я тоже видел тогда президент эту действующую модель России Медведев. А этот струнный рельс на Госсовете по инновациям на транспорте в 2009 году держал в руках президент Российской Федерации Медведев. Потом можно будет и нам всем подержать? Да, конечно, здесь отпечатки его рук. Не с оттенком. Потому что можно, конечно, подержать. А если действующую модель, к сожалению, ну, наверное, вот эту модель мы не сможем проверить. Но, может, вы покажете, я слышал, что она даже открывается? Нет, да, здесь, конечно, это действующая модель. И здесь есть и вход, там даже есть туалет маленький, да. Открывается вот так дверь и вход с двух сторон. Здесь даже есть бортовой компьютер, противосходная система. То есть это полностью действующая модель. Масштаб 1,20. То есть 1,20 это 1,20? Да. Ну, она, видно, более маленькая. Ну, и тоже была трасса действующая, где-то 10 метров длиной. По кругу ходил. Это городской, он, видите, не обтекаемый. Потому что здесь скорость маленькая, а динамика не так значима. И это сделано, ну, в форме такого, как бы, граненого стакана. Да, с точки зрения удобства эргономики, чтобы можно было и обзора, и изнутри смотреть, приезжая по городу, виды города. И форма близка нашему народу. Да, близка и понятна, да. Граненый стакан. И обзор будет хороший, потому что, ну, представляете, вы едете, нет шума, нет колебаний, комфорт, да. И вы стоите перед стеклом, и видите город. И ощущение от полета птицы. Это не в трубе, да? Да, это не в трубе, это не гиперлуп, конечно. И это совершенно безопасно. Даже в случае аварийной ситуации, тут можно эвакуировать легко на станции, либо спуститься на землю, ну, с помощью специального эвакуатора. Ну, я думаю, Экотехнопарк, когда мы его все-таки закончим, строительство, покажем все эти преимущества. Ну, первое действующее уже, как бы, комплексы грузовой и городской мы покажем 80-х следующего года. Действующее уже. Сколько людей уже ждут? Ждут или дождутся? Ну, уже 200 тысяч наших участников и более 30 тысяч инвесторов, по крайней мере. Да, здесь вот видите, это еще модель, она монорельсовая, здесь на одном рельсе, да? А все остальные берельсовые. Хотя и все варианты могут быть тоже монорельсовым, в том числе и навесным. У нас есть тоже варианты, когда навесной, сверху, все равно, возможно, монорельсовый вариант. А в чем преимущество монорельсового перед берельсовыми, скажем так? То есть, раз они разрабатывались, значит, есть же какие-то, наверняка, у каждого решения недостатки и преимущества? Безусловно. Если взять навесную систему, здесь пролеты не очень большие должны быть, ну, до 100 метров, иначе будет гибкость пути. И поскольку цен тяжести транспортного средства Юнибуса поднят вверх, то при боковом воздействии, на первый ветер, да, возможно опрокидывание. То есть, это конструкция на больших пролетах и при гибком рельсе неустойчивая. Поэтому пролеты небольшой длины. Если взять подвесной вариант, то цен тяжести Юнибуса размещен намного ниже пролетного строения, то есть, струнного рельса. И поэтому пролет может быть любой длины. Каномия 2,3, при этом устойчивость движения будет обеспечена. Мы это увидим. Это в масштабе 1 к 10, где-то пролет здесь, ну, 300 метров. Где-то 30 метров этого, на 10 умножить 300 метров пролет. Мы увидим, он идет устойчиво. Идет на расстоянии, там, буквально 5 сантиметров от стены, и это совершенно безопасно. Чтобы понимать, это 50 сантиметров, можно вот ехать на таком расстоянии от стены, и это будет безопасно. Прекрасно. С удовольствием посмотрим хотя бы на смоделированное в масштабе движение в подобных условиях. Ну, скоро мы увидим, это уже в масштабе 1 к 1. Собственно, это было и в Озерах, где ЗИЛ ездил. Да, это был имитатор колесного транспортного средства, но это транспортное средство, то есть, это был вариант, полномасштабный вариант грузовой транспортной системы. Поэтому мы моделировали в масштабе 1 к 1 и испытания, исследования, демонстрации подтвердило нашу правоту. То, что струнный рельс, струнно-путевая структура жесткая, прочная, надежная, долговечная, и дорога функционировала в Озерах 8 лет, пока вандалы не снесли. Она выпростояла 100 лет. Ну, кому-то это мешало, видно, себе. Самолет «Братьев Рай» до сих пор сохранен, стоит в музее. И это тоже, ну, как музейный экспонат мог бы быть. Субтитры создавал DimaTorzok К тому, что вы только что увидели и услышали, можно добавить вот еще что. В нашем проекте работает большое количество инженеров, конструкторов, которые создавали недавно, в прошлом, знаменитый проект народного автомобиля «Емобиль». И у них есть в запасе огромное количество уникальных разработок, которые, возможно, пригодятся проекту «Скайуэй». И будут они продолжать тот же самый проект на тех же самых площадях. О чем я говорю? Допустим, для «Емобиля» было создано такое уникальное техническое решение, как отопление салона жидким топливом, которое позволяло не разряжать батарею. В том числе «Емобиль» не замерзал зимой, подобно другим электромобилям. Точно пригодятся нашему проекту такие наработанные решения, как использование мотор-колес, а также гибридные технологии, которые прошли обкатку в раллийных условиях лучшими автогонщиками. В любом случае, я думаю, что мы продолжим знакомство с нашим отделом модельно-макетной работы после того, как они переедут в новые площади. Пока же призываю вас подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний «Скайуэй» по адресу rsv.defi-systems.com. Присоединяйтесь к нашему проекту, и тогда в вашей жизни станет больше моделей, достойных вашего внимания. Строй «Скайуэй». Спасай планету!